поздно как стал смотреть ваши фильмы стало интереса наблюдать за продавцами на рынке. Интересный случай в моей практике, может вам для ваших фильмов пригодятся. В одно время занимался фотографией, заходит цыганка, спрашивает, есть ли у меня интернет. Есть, говорю, попросила написать фото цветок. Открываю, начинаю выбирать фото. Вот эту, напечатайте, вот эту, вот эту, вот эту. Написать ЛАЙ СУП-20 фото форматом А4. Ушла, через пару дней, иду по рынку, смотрю, она стоит, эта цыганка с моими фото, и продает луковицы цветов. Соответственно, где, какой цвет и сорт никто не гарантирует. Ну, правильно, расширить фотографию, там, родной орган из интернета. В другой случае, по городу прошла ярмарка, прошла реклама, прошла до ярмарка. Ну, думаю, скажу, что-нибудь куплю. Подскажу к палатке, где продают саженцы яблоки. Самое интересное, обратил внимание, все продавцы цыгане, они еще и теофилисты. И садоводов ни одного цыгана не видел. Еще случай. Продает с машины саженцы яблоки. Мужик выбрал саженец, продает саженцы, и предлагает, давайте отрежу корень, чтобы глубоко не копать. Так вот. И кромсает корень, по самой не могу. Это есть. К сожалению, это видео по телеканалу. Вот это я видел, даже телеканал федеральный, показывал, как ромсает корни. Это ужас распространенный. Он сказал, якобы крутой садовод сказал, что, якобы крутой садовод сказал, подровняем корни. Знаете, дерево не может расти, если корни не подровняют. Не может, и вот обязательно подровняют. Вот тогда они будут лучше расти. То есть искалечены. Еще случай. Есть у нас в районе питомник. Рочный не купил серию вишню. Показал он мне саженец. Он без единого пуска земли. Стоял в воде, корни обрублены. Спрашиваю его, как купил. При тебе выкопали линия. Говорит, вынеси степлеси. Пару лицевых. Не думаю, были. Конечно, до привозения не примутся. У тебя посадишь, обрежь, может выживет. Поняли? А посадишь, обрежь. Это уже железовская школа. Не обрезал, но все еще год был. У него саженец мертвый. А хозяин питомник и был молдаван. И как мне рассказали люди, что рядом живут самцы его привозят с родины большими машинами. Заходил я к нему. Хотел купить жимолы. Спрашиваю сорт, размер какая. Осыпаемость раннее и позднее. Ничего не знает. Отсюда выводы делаем. Ну, коротко вам спасибо за вашу деятельность. Может откроется. Садово-доросеи глаза, но все долго слепал. Ребята, помогайте. Один не справлюсь. Страшная картина. Вся наша система основана на надзорных органах, которые ни хрена не делают. Ничего. Ничего. Огромная орда. Ничего. Все это процветает. Непонятно другое. Есть же, допустим, картина. Надо жестче относиться, наверное, к науке. Вот. Чтобы выдавали новые сорта. Более подходящие там каждому региону. Вот. Они работают. Правда, они уже толку. Потом, наверное, существуют еще не только выводы новых сортов, но кто-то их испытывает. Вот. Для чего-то это делается. Ну, для того, чтобы дальше они тражировались. Но ведь пока вот это будет цыган, пока будет молдаван. Молдаван. Вот. Пока. Да и наши научи. Пока все это будет. Вся работа вот эта вот цепочка. научно-исследовательские институты, значит, преподавательские институты, там, где готовят специалистов. Вот. Просто, кстати, участки. Научные центры. Вот. Плоть до питомников государства, которые, похоже, тоже стали перепупщиками, такое впечатление. И это бывшие, эти самые, финальные. Все в холостую работает. Пока вот это не прекратится вот эта вот цепочка. Все в холостую. Ну, кто-то должен же это понять. Хотя бы понять. За этим последуют какие-то выводы. Один раз дали команду фас. Сейчас объясню. Итак, вспоминаем, лет десять назад плюс-минус, значит, где-то прозвучало по телевидению, была дана команда в начале, как сказать, высветить эту теорию. А получилось так, что все. Сейчас их меньше стало. Потому что вот эти вот гипер или там маркеты, они сейчас почти выдавили базарную торговлю. Базарная торговля у нее была самой дешевой по причине того, что там человек мерзнет на улице, разложит товар. В лучшем случае не отапливаемый контейнер. В лучшем случае, так? Вот, с зеркалом, единственным. Так, значит, себестоимость не тратится на, значит, квадратные метры, на отопление, на электричество. То есть, на аренду помещений вот этих теплых. Это бывшая квартира, ну и так далее. Вот. И у них, куда, я сам всегда покупал именно у базарах. Я не вижу, что я покупал качественную обувь, качественную одежду. Нет. Я покупал там, потому что дешево было. Вот. И, вдруг, значит... А, ну, естественно, хозяева всего этого, как правило, имели... Извините, я не националист. Абсолютно не фашист. Просто объясняю раньше. Люди с узкими глазами, скажем так. Вот. Люди, это средний азиат. И вдруг поступил. Вначале была дикая критика. Да коли? Русским не пускают на рынок. Вот. Кругом засилие этих самых. С ними бороться бесполезно, если не принять меры. И, наконец, после того, когда было обработано миллионы людей, в плане, как это называется таком, моральном, поступила команда ФАС. И тут, вдруг, оказалось, что у нас есть надзорные органы. Вот. И они кинулись их выживать с рынка. На какой-то момент рынок отпустил. Потом на рынке появились те же самые. Через буквально считанные дни их хватило. Вот. Азиаты наняли русских. Естественно. То есть я сам свидетель. По этим же саженцам. Подает русская женщина. А там ей что-то нашептывает за спину азиат. Он сбрасывает цену, сбрасывает. А я же, мне же интересно, чем торгует. Вот. Не могу пройти просто так. Вот. То есть. Товар стал еще дороже. И пришли дополнительно прячешь там. За их спинами нанимать русских. Вот. А товар и все осталось опять со Среднязи. То есть это был холостой ход. Вот. Чисто для виду. Потому что была критика. Тогда еще разрешали немножко критиковать власть. Местную тем более. Что это такое русским не дают проходу. Человек вырастил свинью. А это. Он подъезжает там. Со своей свиньей. Ему говорят. Давай. Вот тебе деньги. А продавать будем мы. Вдвойне. Да я сам продам. Мне деньги нужны. Бесполезно. Не было даже прохода. Захода на эти. Да вы все это знаете. Лучше меня. Особенно кто связывался на прибыль. Но дело то в том. Что команда ПАС не помогла. В прошло время все забыто. И опять. Русских там нету. Опять все эти. Большая часть. Не русских тоже есть. Но. Вернулось тот же самый классовый состав. Тот же самый национальный состав. Вот. Я. Чему это все говорит. Вот. Вся система работает в холостую. Все в холостую работает. В начале и потом. В начале и потом. Вот. Ничего изменить невозможно. Пока не будет команда ПАС. Но это будет уже другая команда. Вот. Так сейчас завидую этим китайцам. Так завидую. Устал я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok